Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Маша, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И сегодня у нас очередная история, страшная, грустная, ужасная, печальная история об абьюзивных отношениях. Эту историю прислала мне моя подписчица. Каждая ваша история, как сказал Лев Толстой, все счастливые семьи счастливы одинаково. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. И ваши истории про абьюз в целом имеют похожую друг на друга структуру. Там влюбились, поженились, абьюз разошлись, там бил-пил изменял. Но все равно в каждой истории какая-то своя, как это сказать, особенность, какая-то своя, присуща только ей данной истории, какая-то изюминка, или как это назвать. И каждый раз, слушая эти истории, у меня разрывается сердце. Особенно если затрагивается речь о детях. Если страдают дети, так это вообще просто. Очень тяжело мне переносить, очень тяжело мне вам пересказывать, повествовать. Вот. В общем-то, эту историю она мне прислала достаточно-таки давно. Но и первое мое мнение было об этой истории, что это натуральный садист. Натуральный садист. И ладно, без лишних предисловий, пожалуй, начну. Допустим, мою подписчицу зовут Виктория. И она, на тот момент ей было 25 лет. Это был 2015 год, она моя ровесница. Вот Виктория, молодая, красивая, жизнерадостная девчонка, целеустремленная, с активной жизненной позицией. И в целом, как и 90% моих подписчиц, которые присылают мне свои истории, все такие доверчивые, эмпатичные, жизнерадостные, ресурсные девочки, которых, как правило, очень любят жрать психопаты, нарциссы, социопаты. Это хорошая пища для них. В общем-то, и вот моя подписчица Вика познакомилась со своим будущим садистом на свадьбе. И она говорит, я на эту свадьбу попала, можно сказать, вообще, в принципе, совершенно случайно. Я на нее была приглашена буквально за два дня заранее. У меня не было приготовлено ни платья, ни наряда, ничего. Она говорит, я уже потом поняла, что как бы эта подруга, которая меня пригласила на эту свадьбу, она пригласила в самый последний момент, потому что, видно, некого больше было звать, да, как-то у кого не получилось, кто заболел, кто еще что. А как бы столы-то оплачены, да, а людей-то нету, и чтобы зря местам-то в ресторане не пропадать, позову-ка я вот эту вот Вику, а вроде бы как дружили когда-то, ну, как бы про запас такой вариантик. И, в общем-то, это потом, Вика только потом уже это поняла, но она говорит, я человек добрый, я человек отзывчивый, я, несмотря на это, я все равно очень обрадовалась за свою подругу, я пришла к ней на свадьбу, я подарила ей подарок, все как полагается, очень порадовалась за нее, я всегда радуюсь за людей, я не завидую, радуюсь за людей, говорит Вика. И, в общем-то, познакомилась она с будущим своим садистом на свадьбе у своей вот этой вот, как бы, ну, псевдо-подруги, да. Вот, и как потом уже говорила Вика после знакомства с ним, об этом парне, допустим, его зовут Саша. А Саша, подруга и другие общие знакомые говорили, вот, в целом парень хороший, да, такой положительный, работает в органах, да, за ним ничего такого плохого замечено не было, типа ла-ла-ла, да, пообщайся с ним, повстречайся. В общем, советовали девчонки, Вики советовали этого парня. И вот Вика решила с ним пообщаться. И вот на свадьбе, значит, они познакомились. Он как-то вот, она говорит, он был очень такой немногословный, очень такой вот, ну, малообщительный, такой, можно сказать, немножечко замкнутый. Вот, такой, знаете, такой вот, сидел вот с суровым таким взглядом каким-то. Ну, вот, как-то вот Вика говорит, я как-то там хихикнула, да, как-то вроде бы подала знак, да, ему, и он как бы чуть-чуть уже расшевелился, там, давай винца налью, там, типа, ну, начал пытаться за ней ухаживать. Там и стульчик придвинет, и винца найдет. И, в общем-то, слово за слово на вот этой вот свадьбе они с ним и познакомились, и так завязалось их общение. И вот так вот, значит, они пообщались на свадьбе, повеселились, поплясали. Вот, Вика говорит, что этот вот парень, Саша, он весь вечер сидел в углу, как сыч такой вот. А Вика такая жизнерадостный, общительный, яркий человек, она там танцевала, всех развлекала, вот, как бы ему это понравилось, она его там тоже, давай, заряжать энергией, он уже под конец вечера тоже встал, встал, начал танцевать. В общем-то, закончилась свадьба, и они их развезли по домам, в общем-то, и он, ну, они не обменялись номерами телефонов. Ну, и Вика подумала, ну, ладно, господи, погуляли, потусили, и хорошо. И, в общем-то, через пару деньков общая подруга, ну, вот эта вот невеста на свадьбе, она пишет Вике и говорит, Вика, тут, в общем-то, Саша просил твой номер телефона, можно я ему дам? Он такая, ну, дай, ну, почему нет? Только я тебе ничего не говорила, типа, ты не знаешь, типа, я просто дала. Она говорит, да, да, хорошо. И, в общем-то, общая подруга дала этому Саше номер телефона Вике. И вот он, значит, под вечер ей позвонил и говорит такой, привет, это Александр. Вика подыграла, говорит такая, ммм, какой Александр? Он такой, у тебя чё, Александров много? Вика такая, ха-ха-ха, типа, нет. Но, на самом деле, это уже был первый звоночек, что люди совершенно, как бы, ещё не знакомы, а он уже, ну, как бы, в юмор, в шутку, не в шутку, не важно. Он уже, как бы, по сути, заведомо включил ревность, типа, у тебя что, Александров много, да? Даже если и много, какая тебе разница? Ты для меня незнакомый человек, да? Как бы, мало ли, сколько у меня Александров, я свободная девушка, имею право. А что, у тебя Александров много? Девочки, мини-такой звоночечек, да, знаете, на будущее. И вот по телефону он ей говорит, ну, чё, гулять пойдём? Ну, то есть, опять же, вот, приглашение на свидание, какое-то всё корявое, какой-то всё, вот, знаете, вот, когда человек социально не воспитан, да, вот, он как-то вот, и вроде бы пытается выразить свою симпатию, пытается пригласить на свидание, но всё это как-то коряво, как-то сумбурно, как-то через одно место. О, чё, чё, Александров много, ну, чё, гулять пойдём? Ну, то есть, в смысле, чё, гулять пойдём? Ты скажи, а не хочешь ли прогуляться? Гуляться? Ну, как-то по-человечески, но нет, этот товарищ не умел по-человечески, дальше вы поймёте, почему. И, в общем, там такая, ну, девочка не знающая, 25 лет ещё не знающая всех этих абьюзеров, манипуляций, нарциссов, психопатов абсолютно. Не столкнувшаяся никогда с этим, она, ну, согласилась. Встретились они с ним, значит, пошли гулять, вот, свадьба, на которой они познакомились, была в декабре месяце, вот, в феврале месяц, вот они вот уже встречаются два месяца, гуляют, там общаются, вот, два месяца прошло, январь-февраль, и в феврале он ей заявляет, ну, чё, когда жениться-то будем? Ну, то есть, за два месяца он уже собрался на ней жениться, как бы, девочки, это тоже звоночек, это тоже не очень адекватно, и, то есть, нормальному, адекватному, уравновешенному человеку, ну, как бы, здоровому психически, ему не будет хотеться, там, быть, слишком быстро вот это вот развивать отношения, быстрее, давай, вот, замуж, давай, давай, вот это вот захомутать, вот, лишь бы, ну, то есть, нормальный человек, он не будет хотеть торопиться, ему будет хотеться узнать человека подольше, как бы, ну, нормальный мужик в целом, он жениться не спешит, жениться сильно вот спешит, захомутать бомбардировку любовью совершает именно абьюзер, нарцисс-психопат, потому что вот это вот сахарное шоу, вот это вот за две недели влюбились, поженились, вот это, ага, а девчонки, которые не в теме, очень часто им кажется, что, ааа, это он так меня любит, это он, я его так покорила тем, что я такая обалденная, что он так в меня влюбился, что там за недельку, за месяц уже жениться на мне хочет, нет, девочки, это, то есть, точно так же, как в вас, он и в других девчонок точно так же быстро будет влюбляться, вот как вот очень часто получается, вот рассказывают мои подписчицы и из моего опыта то же самое, вот вы встречались, встречались там пять лет со своим абьюзером, жили, жили там, не знаю, женаты вы были, не женаты, неважно, пять лет встречались, только вы расстались, он за месяц уже другую себе нашел, и вы такие рвете на себе волосы, ай, как же так он так быстро, как же так он быстро меня разлюбил, как же так он уже в другую влюбился, а вот так вот, так же, как к вам быстро вот это вот все, ой, давай поженимся, люблю, трамвай куплю, точно так же и в другой, как бы, вы, по сути, ничем не отличаетесь, такие люди, они не любят, то есть, и вас не любят, и вас не любили, это, я говорю, больные и обидные вещи, но на самом деле, так оно и есть, и к вам тоже нету искреннего отношения, искренней любви нету, потому что за одну неделю, две недели, месяц, два, даже два месяца это быстро, ну, не влюбишься, ой, ну что, жениться будем, а что, ты меня уже так сильно любишь, что готов на мне жениться, нет, это просто вот эта вот психопатическая, нарциссическая бомбардировка любовью, да, и его просто нужно поскорее захомутать, чтобы получить, чтобы получать уже на законных основаниях ресурс, да, и, в общем-то, да, потом мы удивляемся, как это так, после расставания с нами, абьюзер уже там другую захомутал за один месяц, так же, как и вас, в общем-то, девочки, тоже вычисляйте все вот эти звоночки, чтобы вы знали. И когда этот Саша предложил Вике быстренько вот так вот пожениться через два месяца знакомства, Вика была удивлена очень сильно, потому что она говорит, за два месяца мы максимум там один или два раза поцеловались и то в щечку, как бы особо такие времени на встречи, на свидания у нас не было, потому что он был занят на службе, он был гаишником, он работал день, ночь, отцепной, выходной, вот как-то так, то есть у него очень было мало времени на вот эти вот гульки, свидания и тому подобное, да, и она говорит, мы с ним очень редко виделись, и когда виделись, вот максимум один-два, то есть у них даже интима не было, да, и вот прикиньте, человек без интимных отношений, мужчина, да, предлагает пожениться, то есть, ну, представляете, насколько это неадекватно? Я понимаю, что мы живем не в мусульманских странах, мы живем в другое время, когда уже до свадьбы уже давным-давно, тем более 25 лет, он еще старше, ему там было лет, наверное, 28, в общем, уже взрослые люди, да, как бы кого это удивляет, в любом случае до свадьбы уже у всех есть интим, а тут без всякого этого самого, да, вы меня поняли, он ее зовет замуж, два месяца погуляли за ручку, в щечку поцеловались, он говорит, выходи за меня замуж, ну, вы понимаете, до какой степени это неадекватно? А девчонке, которая не в теме и которая не понимает, ей кажется, что, это он в меня так влюбился, это я такая обалденная и неповторимая, что я его так покорила. Мужики в целом-то влюбляются очень часто после свадьбы, очень часто влюбляются, то есть их это, для них это тоже как идет своего рода привязка, то есть для мужчин, для здоровых физически мужчин это очень важно, это очень важно для мужчин, то есть как так без... он решил, что он хочет на ней жениться. Понимаете, девочки, что я имею в виду? Это очень важно. И вот через два месяца, когда он ей предложил пожениться, вроде бы как бы, да, радость, все отношения развиваются и уже идет третий месяц их отношений, и через три месяца отношений как-то Вика начала замечать, что у него начал пропадать как будто-таки интерес к ней, то есть он начал на нее подзабивать, как сказала Вика. Она говорит, то есть он мог договориться, пригласить меня там куда-то в кино, вот, я, говорит, жду его накрашенное, все собралось, а потом бах, уже в этот же вечер он там за час говорит, ой, ты знаешь, я так устал с работы, я, наверное, лягу спать, типа, давай в другой раз. Она говорит, а я сижу накрашенная, уже настроилась, жду как бы, такое вообще отношение какое-то было, вот, или там договорились пойти на день города, а он там бах, все, я с работы так устал, у меня там смена была тяжелая, все, давай, давай потом, давай не сегодня, я там решил там чем-то другим заняться, да, то есть вот так вот начало его отношение к ней проявляться. Тут опять же, видите, как бы, то он ее превозносит, выходи за меня замуж, ну что, поженимся, да, то, ой, давай в другой раз, девочки, качели, эмоциональные качели, то тебя обожают, то тебя унижают, то тебя обожают, то тебя унижают, а вот это вот отношение, оно же подсаживает на адреналиновый крючок, вот, чтобы вы понимали. И вот первый колокол произошел тогда, когда Вика с этим Сашей собрались ехать в кино. Вика говорит, я, мы живем в маленьком городке, и в нашем городке даже нету кино, такой поселок, вот, и мы собирались ехать в кино в соседний, более крупный город. В общем, собираются они ехать в кино на 8 марта, а это был праздник, 8 марта, вот, получается, декабрь, январь, февраль, май, да, у их отношения уже длятся 3 месяца. Собираются они ехать в кино, вот, и он ей подарил, значит, садятся они в машину, в машине перед выездом, он ей говорит, вот, у меня для тебя подарок, типа, с 8 марта, и протягивает ей этот золотой кулончик подарил с фионитиком, знака Зодиака Лев, а Вика по гороскопу Лев, и, в общем, она такая, ой, спасибо, какой красивый кулончик, золотой кулончик с фионитиком, она его подцепила себе на браслетик, так обрадовалась, ну, какой девочке не было бы приятно получить ювелирное украшение на 8 марта, любой, вот, приятно. Вот, и она такая обрадовалась, все в хорошем расположении духа, они едут в кино, 8 марта праздник, ничего бы не предвещало беды, тут они заходят в здание кинотеатра, и Вика встречает одного своего клиента, Вика работала тогда в МФЦ, и ясное дело, что через нее много проходило людей, клиентов, которые обращались к ней, там, по всяким вопросам государственным, да, и этот клиент, допустим, его зовут Витя, да, он был каким-то знакомым и со школы, плюс он в МФЦ к ней обращался, ну, то есть, Вика постольку-поскольку с ним пересекалась, и она с ним просто улыбчиво поздоровалась, да, говорит, привет, Вить, типа, да-да-да, вот, в кино, ла-ла-ла, ну, то есть, такое банальное поверхностное общение-приветствие, там, на, ну, знакомство такого шапошного уровня, то есть, ничего такого глубокого, хи-хи-ха-ха, поздоровались и разошлись. Ну, и все, Вика ж без всяких задних мыслей со своим вот этим Сашей проходят в кино, смотрят фильм, и цел, на протяжении всего фильма этот Саша сидел злой, смурной, суровый, то он был в хорошем настроении, подарил кулончик, а на протяжении этого фильма он сидел злой, просто невыносимо заканчивается фильм, они выходят из кинотеатра, садятся в машину, вот, и тут он такой хлопает по рулю, и много у тебя вот таких вот подобных варей сказать, что Вика обалдела это ничего не сказать, потому что за три месяца их общения она говорит, вот такой вот взрыв был в первый раз, он всегда был вежливый, всегда был тихий скромный такой, я, говорит, даже не знала что он такие слова употребляет а тут резко, внезапно какая-то такая агрессия, хлопанье по рулю, ебаный она говорит, я даже немного вот, ну, опешила обалдела, я не знала, что мне ответить, ну и Вика просто испугавшись, давай пытаться с ним объясниться она говорит, успокойся, это вообще просто мой знакомый и вообще он женат типа, ты чего гонь ты мне тут заливаешь я, чтоб я типа не видел, чтоб тебе так кто-то еще улыбался, флиртовал с тобой, и все это с агрессией, все это с какими-то бахами по рулю, Вика очень сильно испугалась и она вот просто говорит, я была готова просто выйти из машины и уйти но я понимала, что я в чужом в незнакомом городе и что как бы, ну, мне ехать домой в другой дом, а как бы, ну, куда мне идти я, ну, вечер ночевать где я буду, а это март, холодно ну, короче, пипец и, в общем-то, и она не могла никуда выйти и из машины развернуться и уйти потому что она была, ну, от него зависима в данной ситуации, потому что она с ним на машине приехала и она вынуждена терпеть его пока он ее не отвезет обратно домой в ее город ну, вот Вика очень от этой ситуации немножко так вот испугалась очень перепугалась и она говорит, я от того, что растерялась от такой реакции что делать, и говорит, я вот просто от безысходности расплакалась и он, когда увидел мои слезы он тоже растерялся он и сразу, ой, прости, прости я не хотел тебя обидеть ну, в общем, урегулировали они этот вопрос конфликт, забыли и как бы все, он ее отвез домой все, закончилось хорошо вот и проходит уже время уже наступает лето то есть уже их отношениям где-то полгода, а то и побольше все было хорошо они ходили по кафе гуляли, встречались она говорит, ну, как бы не сказать, что прям там был какой-то жлоб он никогда не жлобился приглашал в кафе, в рестораны вот и ну, всегда платил денег ну, он не жлобил вот, но, говорит он всегда вел себя в кафе в ресторанах как дикушник как какой-то дерганый вот, как вот боялся вот он заходим а Вика говорит садимся за столик он швыряет ей этот меню давай быстрее заказывай вот, как будто он чувствовал себя не в своей тарелке как вот деревенский какой-то одичалый колхозан приехал в город и вот он не знает как себя вести какой-то зашуганный зашуганно он себя вел в этих ресторанах и кафе были подобные звоночки в их отношениях вот он просто вот они могут встретиться да, и поехать кататься по городу вроде бы договорились все было нормально да, и она говорит я выхожу к нему сажусь к нему в машину да, мы катаемся по городу и мы просто катаемся молча он как сидит какой-то надутый какой-то весь злой я у него спрашиваю что случилось ничего и то есть и все и вот он не объясняет что случилось на что он обиделся что у него в голове происходит кто-то что-то сказал где-то он что-то увидел или чего то есть он даже не мог объяснить на что он обиделся и вот были такие просто у нас с ним свидания что мы просто можем там час прокатиться на машине по городу просто в молчании в тишине а потом он меня привезет домой я там молча ему скажу пока и все и мы расходимся то есть вот что это за свидание ну смысл тратить на это время если друг друга игнорить это вот опять же висхолдинг да вот это вот манипуляция пытка молчанием потом девочке началось у него вообще паранойя развивалась и прогрессировала буйным цветом он начал следить за ее соцсетями ой как же мне это знакомо господи он начал изучать ее фотографии там столетней давности с кем она на этих фотографиях там какие-то пацаны со двора там где-то может быть кто-то мужского пола а кто эти пацаны а лайки кто поставил кто не поставил то есть он начал очень внимательно шерстить ее страницы в соцсетях вот и в один прекрасный день говорит Вика мы сидим с моей подружкой что-то там общаемся собрались просто там выпить шампанского или венца просто там чисто дружеская посиделка с моей подругой и тут приходит от него от вот этого Саши такое вот сообщение с фотографией скидывает он здесь значит фотографию оленя и подпись я не вот это вот милое существо прощай Вика вообще ничего не поняла что к чему что за обиды откуда они взялись что происходит вот просто вот с пустого места какая-то претензия какая-то обидка вот ну Вика вообще в полном недоумении вот она поделилась как раз вот этим с подружкой а подружка говорит ой да нафиг он тебе нужен что он тебе так нервы трепет вот какими-то вот этими манипуляциями какими-то ревностями беспочвенными что-то там вечно роет роет все никак не нароет что это такое да и вообще он какой-то колхозник одевается он как колхозан родители у него какие-то задрипаные там это самое колхозные необразованные люди нафиг он тебе нужен ну тут Вика немножечко начала за него вступаться говорит я никогда не сужу людей о людях по их там статусу по тому как они одеваются по их образованию я смотрю чтобы человек был хороший ну понимаете добрая девочка вот добрая чистая душа которая ничем не испорченная которая вот такой яркий эмпат душевный вот ну вот просто большинство историй на моем канале именно поступают от вот таких вот открытых добрых позитивных девчонок ну вот через пару-тройку дней они с ним списались созвонились встретились Вика решается у него спросить а что это было а что ты мне там за оленя прислал а что это такое вот и он ей давай показывать там фотки из ее соцсети а вот тут вот с вот этим парнем а тут вот ты с этим парнем а вот это вот кто а вот это вот это Вика давай объясняться говорит вот это вот парень это мой одноклассник мы там на природе где-то вот шашлыки отмечали сфоткалась я рядом с ним да а вот это вот парень это вот да да мой бывший парень там затесалась какая-то фотка в каком-то давнем старом альбоме говорит я уже про нее и забыла это что он сидел откопал нарыл вспомнил предъявил ну в общем то и сам там с собой сидел накручивал и я не олень вот скинул ей ну в общем короче Вика немножечко его успокоила сейчас же я ни с кем не общаюсь кроме тебя да как бы ты мой романтический интерес как бы это все было в прошлом ну какая разница ну вроде бы он как бы чуть-чуть подуспокоился вроде бы типа эта ситуация урегулировалась забылась ну и они продолжили дальше общаться как ни в чем не бывало забыли проходит еще где-то какое-то время несколько месяцев и стал разговор о том что ну серьезно жениться в общем то он ей сделал предложение они решили пожениться начали говорить о детях вот я бы хотел детей а вот и я бы ла-ла-ла уже все серьезно в общем то он ей делает предложение и где-то к следующему лету они едут выбирать кольца значит поехали они выбирать кольца и он ей говорит вот вот у меня есть 30 тысяч рублей вот надо нам вместиться в эту сумму вот типа поставил он ей такое ограничение но вика говорит на эту сумму можно было выбрать вполне приличные хорошие кольца я извиняюсь немножко цвет падает мне в глаза я чуть-чуть отодвинулась вика говорит на эти деньги можно было выбрать хорошие приличные кольца в общем то они поехали в ювелирный магазин выбрали кольца тут уже подходит время чтобы знакомиться с родителями я его познакомился с его родителями во время настало вателя ей знакомиться с его родителями его родители были простыми деревенскими людьми жили в простом деревенском доме и вика говорит когда я поехала знакомиться к его родителям я была просто поражена тем, какой в их доме был срач, это просто ужас, ну и Вика все равно пыталась как-то оправдать его семью тем, что вот я всю жизнь, наверное, прожила в городской квартире, я вот просто городской человек, я просто наверное все так живут в своих домах, у всех так в общем-то, всячески она пыталась вот его выгородить девчонки и мальчишки видео получается очень длинным плюс еще солнце падает мне в лицо продолжение истории будет в видео вторая часть, в общем я выпущу вторую часть, потому что данное видео получается слишком длинным история будет интересная, развитие будет интересное, я вам обещаю до новых встреч спасибо, что смотрите, подписывайтесь на мой ютуб канал, подписывайтесь также на телеграм-канал, ссылки оставлю в описании, ждите вторую часть планируем, раньше зл нет это